ПОДПИШИСЬ! О, БЛЯТЬ! О, БЛЯТЬ! Ты сейчас опять сползет, опять сползет! Съезжай нахуй! Съезжай, бля! Тут просили сделать обзор Фреда. Попробую. Начнем с двигателя. ПОДПИШИСЬ! 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 Воздушный фильтр. Движок Detroit S60. Турбонадув. Генератор. Компрессор кондиционера. Два натяжителя. Здесь, значит, привод ремней. Вентилятор. Пневмо муфта на воздухе. Воздух включает ее в шестеренку. Это, значит, уже сами делали подогрев двигателя. Это фильтр кондиционера. Дальше идет, значит, теплообменник EGR. Вот от него труба пошла туда, в коллектор. Радиатор. Интеркулер. Дальше что тут у нас. Так, это у нас ГУР. Бачок масло для ГУРа. Вот. Заливная горловина. Откручивается просто... Ее откручиваешь, она просто снимается вверх-вниз. Щуп. Топливный фильтр. Фильтр антифриза. Компрессор. Блядь, обжегся, сука. Вот сам ГУР. Сам насос ГУРа. Расширительный бачок антифриза. Это у нас бачок омывателя. Что тут еще, блядь? Вот. EGR с глушителя вот по этой трубе. Идет обратно, значит, в цилиндры. Дожигается в цилиндрах. Это вот, блядь, летний шмель северный. Вот он там прижился у меня. Вот это вот компьютер. Блок управления двигателем. Там вот дальше стартер. Коробку тут не видно ни хера. Вроде что-то еще по двигателю. Все вроде. Опускаем. Так, здесь, значит, у нас дневные ходовые огни. Фары дальний и ближний. Это уже самоделка. Пятерочные фары. Здесь тоже самое. Именная табличка. Мигалка для негабарита. Зеркала тут уже, короче, самоделки стояли. Какие-то там в Башкирии не стало. Какой-то вот сабит, блядь, был. Который он на бок машину вложил. Вот здесь, значит, ручка открывается за ящик. Вот такой вот ящик. Он на всю длину до конца туда, до той стороны. Либо можно залезть, подняв спальник нижний. Так, это вот бачок для пускового подогревателя. Тоже самоделка уже все. Пневмоподушка кабины. Задняя, это кран уровня кабины. Там вот бак. Это ресивера. Вот там, значит, дальше идет этот радиатор масляной коробки. За ним коробка, соответственно. Подвесной. Подвесной здесь подшипник. И резинка. Как на Зелено 130. Здесь аккумуляторы под этой крышкой. Вот. Мосты с блокировочками. С энергоаккумуляторами. Резина китайская, не родная. Какая-то, блядь, три. Не знаю. Дубовая. Вот. Вот. Задние крылья, значит, на пружинах. Вот они. Не болтаются. То есть там пружина внутри. Вот этим болтом пружина стягивается. И она, как бы, это... Это вот специально под трал делали. Вот эту хуйню проставочку, блядь. Телегу не будем обзирать. Так. Чего у нас с той стороны? С той стороны ничего интересного у нее. Да. Так. Кабина. Ну, здесь, значит, давление масла. Здесь температура антифриза. Все у этих, блядь, футах или фунтах я обозначен. Это, значит, зарядка генератора. Тахометр, спидометр мили-километры. Воздух в двух контурах. Пневмосистемы тормозов. Это, значит, давление в тормозной системе при нажатии педали. Топливный бак. Это весы. Сколько ты груза везешь, смотрим. Ну, здесь, значит, стоянка. Это у нас прицеп тормозной. Ручной тормоз прицепа. Тягача. Это у нас идет... Короче, вот эта блокировка. Мосток блокировка. Это седло. Ну, то есть, как бы, подушки спустить. Либо в транспортное положение. Это я хуя знаю. Не пользовался, не знаю. Здесь все по компьютерам. По компьютеру. По дисплею. Вот поэтому, блядь. Здесь температура. Топливо. Дневной пробег. Тоже дневной пробег. Это переключение между вот этими режимами, чтобы там обнулять. Это вот обнулять. Это я не знаю, чего, блядь, не пользовался. Вот здесь, значит, климат. Печка обороты. Здесь, понятно, режим. Здесь температура. Здесь включение печки сзади, вот там, на спальнике. Вот здесь какая-то, блядь, одна идет подсветка. Нища красная, блядь, подсветка идет. Вторая, блядь. Вторая, хуя знает, чего, блядь. Это дисплей, чтобы был, блядь, ярче, ярче, тусклея. Здесь диагностика. Это я не знаю, чего, блядь. Ампула не пользовался. Ну, здесь, значит, крепление у меня для камеры, которую сейчас снимаю. Навигатор. Тут рация. Просто так вот лежит сверху резиночкой. Прижатая, блядь. Это, значит, радар-детектор. Тут часики. Тут всякие уже тройнички, тут, блядь, подзарядки. Все. Здесь у нас, эти, блядь, подохранители и вот управление подогревателем. Вот здесь. Здесь полка, блядь. Естественно, тут, блядь, бардак. Потому что на дальнобой, как бы, далеко не езжу, блядь, не в виду все прибираться. Здесь всякие полочки. Это я, блядь, под масло. Масло жрет. Я этот, воронки делаю из бутылок. Масло добавлять. Здесь тоже ящичек. Люк верхний. Он намертво приклеенный. Ничего не открывается. Вот. Здесь, вот, да, вот здесь, кстати, да, это включение света. Вот свет загорается. Включение света. Это, блядь, тоже, как бы, свет, но почему-то не работает ни хера. Так. Это, блядь, я не знаю. Он их не пользовался. Это круиз. Включение, выключение. Больше, меньше скорость. Значит, здесь хитрая система, блядь, этих дворников. То есть включение, выключение их. А вот это, блядь, вверх. Быстро нажмешь, значит. Просто один раз вверх нажмешь, она будет, как бы, пауза большая между включениями дворников. Просто подержишь немножко, вот так, пауза сокращается, блядь. А, при нажатии, это работает омыватель, когда нажимаешь ее. Вот здесь, значит, фары. Вверх это у нас идет габариты. Вот они запрещали, это фары. Нет, они вниз габариты, вверх фары. Вот, понятно, что судночко звонит. Сейчас отвечу. Внимательно. Внимательно. Ну, ждите, ждите. Да, я еще и делаю обзорчик. Все, давай. Так, это, как бы, моргание в фаре. Хуй-то, что должно быть. Но оно не хуй не работает. Не знаю, блядь. Кстати, вот это сигнал, американский. Так, здесь у нас что? Спальник. Тут, блядь, нифига ничего не работает, как всегда, нахуй. Машина колхозная, башкирская. Здесь вот, ну, это просто на клепках, чтобы там закрыть, чтобы свет не попадал. Вот здесь, значит, плафончик такой. Это включение печки. Также температура. Здесь свет включаем. Вот он там должен, блядь, вот он, загорается свет здесь. Выключаю. А вторая, значит, включается свет вот тут. Вон там загорелась. Это громкость радио, если фирменное радио стоит. Тут нифига не работает. Ну, это прикуритель я уже сам делал сюда. Шигулевский обычно, блядь. Это болтается, нахуй, что нифига не работает. Будет все снять, наверное. Ну, блядь. Здесь, соответственно, раз Фред на бок, блядь, ложился, он у него все ящики поломал. Здесь он тоже, блядь, все там клеил, красил. Хуя знает, что он там делает, этот башкир. Здесь все, блядь, вырвано. Но выключатели работают два. Верхние окошки открываются этим рычажком вверх. Сеточку отгибаешь, а окошко туда. Здесь глухое окно стоит. Вот здесь, значит, полочка у меня. Телевизор DVD лежит. Полочка пустая. Чтоб не брякало, блядь, резиночки делаю. Этот ящик я уже сам покупал. На разборке за четыре с половиной его не было. Вот термосок. Вода, блядь, здесь вот попить надо. Здесь должен телевизор быть. Ну, сейчас уже век высоких технологий, там сейчас идут телевизоры уже с плоскими. А здесь еще такой стоит, блядь, который, ну, как раньше при коммунизме были телевизоры. Вот здесь, значит, ну-то у меня понятно, что. Тут тоже вот есть ящик разъебанный, блядь, потому что он падал. Тоже хуя знает, от чего он там. И здесь у меня всякие тряпки, блядь, положил. Тут у меня запас воды всегда, блядь, два пака. Такой и три, вот, три этих больших, блядь, пятилитровых сиски. С этой стороны у нас тут полочек побольше. У меня полотенца, блядь, разные. Это, летом я ездил на север, одноразовая пастуда. Тут, блядь, какие-то лекарства. Вот лед этот, блядь, сухой. Полочки, блядь, пустые. Бритву, блядь, не могу найти, где она, куда делась. Какие-то знают. Ну, здесь стол, блядь, он сюда выдвигается, потому что что-то засовывается хуёво, блядь. Тут мигалка запасная у меня. Столик, ножик на всякий случай. Ну и всё, что? Тут это всё вверх поднимается, зажимчики зажимаются, стекло вверх, вот это нижнее поднимается. Здесь уже, блядь, стоит обычное стекло, блядь, которое лопнуло нахуй. Короче, башкиры так восстановили, блядь, еле-еле. Мы потом страдаем. Ну и всё, в общем-то. Расстояние, блядь, с дальней точки до приборов. Вот такое. Матрас этот я уже сам заказывал. Там был только, блядь, вон тот матрасик наху маленький и всё. Этот я из дома матрас принёс, у меня был. Как раз он входит здесь. Места много, так-то. И для двух человек. Здесь вот, значит, у меня тоже вода в запасе. Техническая вода, инструменты. А должен быть холодильник. Шеф сначала, блядь, всё купим, всё, а сейчас нахуй ничего не надо. Машина ездит, остальное главное не важно, блядь. Ну и всё, магнитол я уже сам поставил тут. Там у меня есть видео, где я ставил. Руль пневматический, то есть там кнопочка. Воздухом штырь открывается, и ты его можешь вверх-вниз, вверх-вниз и вперёд-назад двигать. Одним штырём. Зеркала, блядь, не работает ничего от этого, блядь. От регулировки вот этой. Машина крас, можно сказать, блядь, уже. Конечно, Петербит поинтересней. Вот, кстати, вот здесь, здесь, блядь, какая-то хуйня телевизионная, блядь. Для телевизора и хуйня для чего сделано. Вот такой вот херовенький обзорчик. Попробуем. Вот, получается.